Высота снежного покрова на улице Скоморошинской достигает в некоторых местах 30 сантиметров. Здесь не то, что на внедорожнике, наверное, на танке проехаться сложно. В холодную погоду ледяные горы, а в теплую грязь перемешку со снегом. Про многие дворы в городе можно сказать одним предложением – не пройти, не проехать. Вот только сказать и ощутить две разные вещи. Очень плохо. Так плохо, что даже нечего сказать. Упала, рука теперь болит, надо идти к врачу. Просто я уже это как данность восприняла, что все дороги сейчас односторонние. Если ты там на горизонте увидишь машину, все стоишь, пропускаешь. А если машина какая-то, ну или малолитражка, или мини-вэн, то вообще тяжело. Иногда думаешь, выезжать ли сегодня на улицу или нет. Это уже улица Быстрецкая. Здесь тоже горы, снег и льда. Некоторые из них – это строительный песок и земля. Другие – работа служб по уборке города. Администрация города практически ежедневно отчитывается об убранных кубометрах снега. По улицам ездит специальная техника. Тротуары тоже не остается без внимания. Вот только недочеты всегда есть. Заявок очень много. Людей не хватает. 17 человек только в железном районе, железнодорожном районе. Только 17 человек. Представляете, что так же и в Октябрьском, Советском и Московском. Существуют свои нормативы по уборке снега как во дворах, так и на улицах. Последние делятся на несколько классов, которые отличаются друг от друга человека потоком за час. А частота работ зависит от погодных условий. Так, если снегопада не было, то двор убирается только в утренние часы. Если же снег идет, то дворники работают через каждый час, два или три, в зависимости от проходимости. Притом даже прописаны нормы для того, кто должен выходить на уборку. А если толщина снега меньше двух сантиметров, то следует просто подмести. Больше – орудует специализированная техника. Похожие ситуации с тротуарами. В зависимости от проходимости, их должны убирать от снега за час, два или три. Для дорог норма другая – 4, 5 и 6 часов соответственно. Общее одно – полностью ликвидировать снежные заносы на дорогах должны через 6 часов после окончания снегопада. Если же этого не происходит, то можно пожаловаться по телефонам горячей линии. Мы принимаем заявочки. За сутки отдаем руководство, они рассматривают, какие нет, убирают наемные. Срок обработки заявки – 5 рабочих дней. Через это время одна из уполномоченных организаций должна заняться уборкой территории. Кстати, любой человек может оставить свою жалобу по телефонам, показанным на экране. А наша телекомпания на личном примере посмотрит, как работают с заявлениями граждан. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.